О чем говорят. Это Дмитрий Щеглов, о чем говорят продолжается, Тарас Амборский на связи. В предыдущем эпизоде мы обсудили стратегии. Стратегии начала года, хорошее время планироваться. И вот мы обсуждали стратегии, какие они у нас есть, как они пишутся, как они готовятся, ради чего они делаются. Так что посмотрите, почитайте, если интересно. И сейчас поговорим про то, что является неотъемлемой частью стратегии развития конкретно Югры, да и Сургута в том числе, потому что об этом говорят и сургутские чиновники, и окружные. Это креативная индустрия. Коротко, для тех, кто не в курсе этого процесса. Креативная индустрия это то, что касается интеллектуального труда. Не производственного, то есть это не заводы, не там фабрики, не перекачка нефти. Это люди, которые придумывают некие интеллектуальные продукты. Это может быть как IT, как программа, приложение для телефона, симфония, сценарий для фильма, сам фильм или там шутка для стендапа. Да, то есть вот это все и в том числе урбанистика, архитектура и так далее, так далее. Креативные индустрии широки, интересны и сейчас югорские власти активно ставят их на щит для того, чтобы нести это знамя этих вот самых индустрий и развивать их. Они у нас должны занять некий там существенный процесс, процент, прошу прощения, от регионального продукта. Давай обсудим насколько это утопично или нет. Вообще, как думаешь, в нефтяном регионе заниматься, причем в нефтяном регионе прям совсем, прям в самом нефтяном регионе России, северном, суровом, заниматься креативными индустриями, это разумно, это реалистично и это имеет вообще какую-то связь с тем, как наша жизнь протекает или это какая-то очередная чиновничья фантазия, по большей части. Но, опять же, скорее всего, не каждый чиновник вообще понимает, что только креативная индустрия получает разнарядку, начинает там чего-то писать на эту тему, но это вовсе не означает необходимости развивать эту самую индустрию. Почему в нефтяном регионе не может существовать успешная так называемая креативная индустрия? Что такое нефтянка та же, да? А вот эти все технологии по очистке среды, да, после разлива нефти, после там консервации, месторождения, ну, в общем-то, да, по экологизации процесса производства. Разве это не очень интересная креативная задача? Она интеллектуальная, она научная, да, вот туда можно вкладывать деньги, получать результат. Обеспечение быта современного качества, при этом действительно недорогого для северных жителей. Креативная задача, очень интересная креативная задача. Создание проекта новой школы, которая бы адаптировала задачи обучения детей под вот регион северный с такой индустриальной спецификой. Креативная задача, очень креативная задача. Развлечение людей на севере, где мало теплых дней в году, много холодных дней в году. От придумывания всевозможнейших фестивалей местных, региональных, да, которые бы создавали, брендирование региону до, ну, я не знаю, до внедрения каких-то новых культурных традиций. Это креативно, очень креативно. То есть, а в принципе, оккультуривание территории качественными, качественными направлениями культуры и искусства. Это же креативная задача. Что такое сегодня та же культура, да? Она представлена, если про Сургун говорить, это филармония, картинная галерея, картинная галерея, музей краеведческий, ну, собственно, все, да, вот так вот было. Ну, и вот этот музей, который те же власти, опять-таки, по всей стране создают, Россия, 21 век. Вот. Ну, в Хантамасийске, понятно, там чуть больше культуры, но мы значительно отстаем по этому направлению. Не то, что там от европейской части страны, от Золотого кольца, мы отстаем уже от Тобольска сильно, да. Вот, кстати, тоже в первой части мы говорили о том, что такое стратегия развития. Вот вам еще пример. Я привел пример там с авиакомпанией Аэрофлот, а вот вам пример город Тобольск. Абсолютно задрипанное захолустье 20 лет назад. Вот мы наблюдаем даже за меньший срок, как оно вытягивается не просто в какой-то там аналог, я не знаю, ну, там, маленьких Дубаев там или чего-нибудь, да, как бы, где на нефтяные деньги от программы сотрудничества делаются инвестиции. Нет. Мы видим стратегию властей по созданию нового туристического кластера, бренда со всеми вытекающими. И когда-то, когда-то этот новый туристический бренд будет, ну, если не самоокупаемым, то в значительной степени экономически достаточным. Что еще? Если мы берем население Югры, которое так же, как и население Сургута растет и растет значительными темпами, что это за население? Как его обслуживать? Как его учить? Как его развлекать? Как ему обеспечивать досуг? Время на улице свободное. Это все креативные задачи. То есть, не надо понимать, что креаторы это те, кто там проводит свадьбы или кто, я не знаю, рисует дизайн какой-нибудь уличной рекламы. Нет. Это действительно просто сонмище профессий, связанных с интеллектуальным трудом. И при этом еще надо видеть, как стремительно рынок интеллектуального труда меняется. Ну, вот на примере нашей редакции возьмем. Что такое редакция Сиапресс Новый город еще 10 лет назад? Давай, вспоминай. У нас было только дизайнеров верстки, то есть, вот те, кто верстают полосы газеты Новый город, их было 5 человек. Четыре или пять, да. Пять человек. Плюс к ним еще было 3 дизайнера как таковых, которые рисовали только рекламу. То есть, это считалось более квалифицированной, высококвалифицированной работой. И плюс к ним еще полагался арт-директор целый. Что мы имеем сегодня? Вот та же самая редакция. Мы имеем одного дизайнера всего. Вот так вот рынок меняется. То есть, понятно, он меняется в силу разных процессов. Может быть, потому, в том числе, что он сокращается. А наш российский рынок сокращается. Действительно, потому, что экономика сокращается. Но, тем не менее, тенденции понятны. Но на место этих выбывших дизайнеров многочисленных, к нам сегодня приходят, причем не штатные работники, а аутсорсеры. СММ-щик, редактор соцсетей. Ну и вот куча-куча-куча всяких таких профессий, как это техническая поддержка сайта, промо-сайта и так далее. Вот так вот рынок меняется. Это будет развиваться. И поле для деятельности вот этой индустрии, оно в нашем регионе, в богатом регионе, в богатейшем регионе, конечно, оно огромное. Я думаю, что если Югра со временем превратится в регион, где подобным интеллектуальным трудом заниматься выгодно будет, в том числе потому, что богатый регион дает поблажки по налогам каким-то сегментам экономики, то регион бы, конечно, от этого выиграл. Структура его экономика немножко бы изменилась, качество населения бы изменилось. А что можно для этого сделать? Ну, я не знаю, там вот тот же отельный бизнес. Его можно от ряда налогов освобождать для того, чтобы отели вошли в какую-то региональную программу по привлечению туристов местных. Ну, то есть региональный туризм и внешний туризм. Интересно было бы увидеть реализацию подобной программы. Опять-таки, где-то там написано на бумажке, скорее всего, она такая существует, я не сомневаюсь. Потому что у нас есть целые департаменты, которые туризмом занимаются. Но которая бы работала, реально, которая бы работала на брендирование региона. Я не могу даже навскидку вспомнить ни одного графического изображения, которое популяризирует Югру как туристический регион. Ну, знаешь, да, когда реклама там Турции, внизу там Туркай, там определенный шрифт, там Черногория, Кипр. Каждая страна имеет какой-то такой туристический, графический, узнаваемый бренд, логотип. Вот даже на этом уровне, по-моему, у нас этого не существует. Ну, говорят, во Внуково есть наша реклама Югры, во Внуково висит. Ну, вероятно, наверное, ну, все, все, ты, я пас просто, все, ты меня растопнул. Слушай, у меня вопрос, страшный вопрос. Смотри, давай предположим, ну, смоделируем некую ситуацию. Ситуация выглядит так. К 2050 году весь Первый мир планирует переходить от углеродных типов топлива на какие-то возобновляемые, давай предположим, что это получится. Да, то есть, что эти планы действительно свершаются. В смысле, где, на автомобильном транспорте или везде? Ну, да, да, вообще, в принципе, то есть, минимизировать то, что нужно сжигать, ну, то есть, там, минимизировать потребление нефти, угля, газа. То есть, там, какие-то другие возобновляемые источники энергии, или еще что-нибудь такое. Предположим, что действительно потребность мира в нефти, газе, угле, для нас важный нефть и газ, падает существенно, там, в течение 30 лет. Соответственно, сможет ли, если это случится, сможет ли Югра, потерявшая основную часть нефтяных денег, жить хотя бы плюс-минус так же на каких-то других индустриях, в том числе креативных, в том числе туризме и так далее, при условии, что она вот будет жить на той же территории, там же, в тех же холодах, в тех же неблагоприятных, там, то есть, когда нужно будет людям платить больше денег просто по факту того, что они живут в более холодном и неприятном климате, по сравнению с теми, например, кто живет в Краснодаре, при условии, что весь мир на удаленке и так далее, и так далее. То есть, сможет ли регион выжить без нефти, даже если креативная индустрия страшно-страшно разовьет? Нет, но креативная индустрия, она не станет заменой нефтяной индустрии по доходам. Мы это прекрасно понимаем в ближайшие какие-то годы, может быть, даже пару десятилетий. И, безусловно, Югра не выживет, как любой добывающий регион или любое добывающее государство, без развития, я не знаю, там, переработки, а у нас почему-то нет переработки, мы не строим переработки. Ну, мало это. То есть, нефти, которую заливают в бак автомобиля, наверное, не нужна там в виде бензина, да, а вот нефть в таком количестве, из которой делают одеколон, мебель, одежду, ведра какие-нибудь там, да, лейки, вот, она, наверное, еще будет нужна долго. И я не думаю, что человечество избавится от такого дешевого способа, вот, да, вот, создавать себе комфорт, если вот у него под ногами там есть нефть, которую достаточно переработать. А вот в 1990 году те еще власти отказались от строительства большого нефтехимкомплекса практически в черте Сургута, что многими воспринимается как колоссальная стратегическая ошибка. Вот тогда вот был под воздействием возбужденной общественности совершенно ошибочный шаг властями, да, вот испугались, просто испугались и отказались от этого проекта. А проект бы, конечно же, изменил структуру экономики Сургута, Сургутского района и Югры, и сегодня мы бы не говорили о зависимости, о зависимости только от нефти, да. Она как бы была бы тоже от нефти, но там бы уже была переработка, а за 30 лет этот завод бы еще несколько раз модернизировался. Вот. Но будет грустно. То население, которое сегодня работает водителями Юбера и кассирами в торговых центрах соберется в свои родные дома и уедет, видимо, потому что здесь просто некого будет обслуживать, да. И ты действительно правильно говоришь, ведь все большее количество профессий будет уходить в онлайн, и совершенно все равно рынку будет, где он рекрутирует работников в те или иные отрасли. Наверное, физически какой-нибудь бурильщик должен быть на буровой, хотя, сомневаюсь, скорее всего, это будут роботы. И очень скоро. А вот это вот огромное полчища так называемых ИТРов, оно просто будет уменьшаться. Столько людей, перекладывающих бумажки, да, их не нужно столько просто. Экономика, говорит, этому всему нет. Опять, если вспомнить, просто даже вот нашу редакцию, те же 10-15 лет назад у нас в одной только бухгатерии было там 5 или 7 человек. Сегодня один и еще полчеловека на аутсорсинге. И так будет, так делают все, потому что так это удобно, это высвобождение колоссального количества рабочей силы. Колоссального количества рабочей силы. И теперь эта рабочая сила, высвободившаяся, она не пойдет покупать, я не знаю, там, в сети мол себе одежду. Ну, потому что все, у нее нету доходов, да, ее некому будет обслуживать. Это все поменяется. Вот эти все форматы торговых центров крупных, они исчезнут точно так же. Наверное, там будут какие-то катки, я не знаю, там, эти площадки для игры в пейнтбол, там на карте где-то будут кататься. Вот, потому что и торговля тоже исчезнет. Все меняется очень стремительно. Ты говоришь про 50-й год, уход от, ну, топлива, да, на полезных ископаемых. Нет, в Германии, например, к 30-му году автомобили должны быть заменены на электрические. Лучше, кто позже, да. Вот, нет, ну, мы говорим, что если в Германии к 30-му, а в России к 50-му, там, да, вот, они там только так подумывают, но лаг в 20 лет, он колоссальный, да, айфону еще 20-летний исполнился. Мы смотрим, как изменилась цивилизация за это время. Это колоссальный лаг. Ну, будем продавать, значит, газ там свой куда-нибудь, Африка же еще есть, вот. Я думаю, у нас, кстати, не газифицируют Россию так стремительно, потому что они вот в этой стратегии уверены, они думают, а зачем сейчас проводить трубы эти все, там, народу газ поставлять, если так все перейдут на зеленое топливо. Вот и все, очень-очень стратегично, молодцы. Ну, надо сказать, что высвобождающаяся от роботизации рабочая сила как раз может вполне себя найти где-то в креативных индустриях. Они очень широкие, очень разнообразные, и разные люди там пригождаются в разных вещах. Другое дело, что частенько нужно где-то переучиться, где-то переподготовиться для того, чтобы найти какое-то свое место. А скорее всего нам всем, ну, может, не нам всем, но как минимум там тем, кому сейчас меньше 30, придется, и, наверное, даже тем, кому меньше 40, придется переучиваться в своей жизни много-много раз. Учиться на постоянной основе, всегда все время познавать что-то новое, потому что, судя по всему, это наше веяние времени, и так это все дело будет продолжаться. Ну, в общем, еще одно направление креативной индустрии в нашем регионе. Регион нефтезависимый, в котором огромное количество рабочей силы будет высвобождаться за ненадобностью. Это десятки тысяч людей. Должен как-то переобучиваться. Где-то переобучиваться и кем-то переобучиваться. Это целая отрасль. Кто вот этим будет заниматься? Это что же? Вот, да, может быть, они сами этим будут заниматься. Вероятнее всего, но это надо так вот ровно и понимать, что изменения уже происходят, они колоссальны, и на них надо реагировать адекватно. Я, кстати, смотрел вчера фильм, этот фильмец с Ди Каприо, не смотрите наверх. Да, он прекрасен. Как раз там вот ответы на все вопросы, как надо реагировать на стремительно возникающую проблему, да, и развивающуюся проблему, и с какой мотивацией. Ну что ж, ладно, мы завершаем наш на этой неделе выпуск «О чем говорят». Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, в Телеграме подписывайтесь тоже, там все новости выходят. И до новых встреч через неделю, снова все обсудим, все самое интересное. Да, друзья, всем спасибо, всем пока. Как всегда, Инстаграм, Телеграм-канал, Вконтакте, Сиапресс, в Ютубе, везде. Мы присутствуем, мы для вас стараемся. Всем пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok